Микс Ньюс Программа Абонент доступен Участие слушателей обязательно Добрый вечер Добрый день на самом деле Это программа Абонент доступен В студии работает Анна Смирнова Вадим Родионов и звукорежиссер Евгений Копейн С нами на прямой связи Сегодня психолог Михаил Лобковский Здравствуйте Телефоны прямого эфира В нашей студии 672-12-93-9 672-13-93-9 Звоните нам, также задавайте свои вопросы По WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1 Пишите и мы их озвучим В течение сегодняшнего эфира Некоторые издания пишут аналитические статьи На тему в чем феномен Лобковского Проводят такие анализы Рассуждения, есть ли у вас феномен Если есть, то в чем Феномен есть В том, что я придумал Способ изменить Человеку психику, если он невротик И я вам скажу Более того, какая-то Социальная сеть Проводила опрос И я отжал у Фрейда 300 очков В чем заключается Я закончил Да, каким образом Как вам кажется Удалось вам достичь такой популярности? Вы ведь популярный психолог Ну как сказать Если ты делаешь какое-то дело Вы же не спрашиваете Каким образом Изобретателю колеса Удалось достичь такой популярности Вы просто едете на этом колесе Есть какие-то вещи Которые Меняют жизнь Помогают людям Вылечивают в конце концов И делают жизнь счастливее И вот это собственно И есть основа популярности Вы тоже поймите Такую вещь интересную Фрейд Вы ждаете Да, вот вы оба сидите Вы знаете фамилию Фрейд Вам, например, неинтересно Чем он занимался с пациентами Это никто не читает То есть его рутинная работа врача Это всем знает Про бессознательное Про подсознание Про секс и так далее У меня примерно такая же история Я популярный Моя книга имеет тираж Ну под миллион практически уже А с пиратскими копиями Я думаю за миллион Но при этом я как психолог Хожу на работу И занимаюсь Я их люблю называть пациентами Хотя психологи их называют клиентами То есть как бы Есть медийная сторона Этой истории Да, популярность Девчонки Все хорошо А есть обычная работа Которая вообще мало кому интересна Это люди с какими-то Психологическими проблемами Несчастные С какими-то неврозами И так далее И вот эта сторона Как в собственных случаях с Фрейдом Это такая врачебная В моем случае я не врач Психологическая А на поверхности Книжка популярная Там советы Например Крылатые фразы Если человек заменяет вам весь мир Значит своего мира у вас просто нет Или Людей не любят за то, что они прогибаются Ну и так далее Понимаете, да? Это совершенно разные ипостаси Ну все-таки, если говорить о популярности Насколько Эта история Делает человека Психолога Медийную персону Заложником Потому что Ну вот в Ютубе Например, есть критерий Сколько у тебя просмотров Это не всегда Означает, что интервью Например, хорошее Ну, оно может быть Хайповое Как сейчас говорят И многие Стремятся к тому Чтобы поддерживать этот хайп В ущерб Возможно Какой-то такой Содержательной Вещи Для психолога Который Издает книги Миллионными тиражами Это не является проблемой Все-таки? Проблемой не является Вы очень точно заметили Что, например Инстаграм Состоит из 99% Мусора И 1% Поста Про дело Если не дай бог Кто-то начнет Угличить И выкладывать Посты Про дело То есть Содержательные Интересные У него вообще Не будет подписчиков Так устроены Все социальные Сети Кошечки Собачки Цветочки Раннее утро Чашечка кофе На подоконнике Вдалеке море Вот за это идут Вообще Знаете Что одна из самых Известных Инстаграмщиц мира Ким Кардашьян Примерно 80 миллионов Подписчиков Вообще Так свою задницу Фотографирует Который даже не ее И грудь Который тоже не ее Ну да Так Так выглядят Социальные сети Но это Деньги живые Понимаете В чем дело Но вас нередко Называют радикальным Психологом Как вы на это смотрите Что думаете Это от недопонимания Но давайте Я вам приведу пример Почему люди Не понимают О чем я говорю Например Такая ситуация Если тебе не нравится Уходи Люди говорят Слушай Ну я так буду Бросаться С другими людьми Что ли Что-то не понравилось Уходи Нет Речь идет о другом Что если Для тебя Это не критично Ты можешь с этим жить Это не является проблемой Но если Ты всю жизнь Идешь на компромиссы Например Живет Муж Женой Друг друга Они не любят Друг друга Они раздражают Но у них Есть какие-то Соображения Муж Привык Что ему Стирает Трусы У жены Нет денег У них Трое детей Они не хотят Делить квартиру И так далее И вот они считают Что у них Такая компромиссная жизнь Где каждый Живет в своей жизни Другой В его жизни Не лезет И так далее И зачем Михаил нам советует Например Разводиться В такой ситуации Он радикальный Опять же У нас Трое детей Объясняю Эти люди Проживут И умрут В глубоко Несчастной жизни А ведь Они достойны Того Чтобы их кто-то Любил И они Кого-то любили Их дети Я думаю Если бы Например Они разошлись Имели бы Более Ну Меняемых Отцая мать Наши дети Смотрят на родителей Которые Не обнимут Друга Не поцелуют Орут Скандалят Бьют посуду Выходят из дома Но типа Мы сохраняем семью Поэтому Если человек Вдумается Там нет никакого Радикализма Там есть здравый смысл Чем гробить Свою жизнь И соображение Так надо Лучше все-таки Жить как ты хочешь По поводу Здравого смысла Процитирую Еще одно из Ваших высказываний Если вам Сегодня не хочется На работу Возьмите выходной Если не хочется И завтра Возьмите еще Один выходной А если не хочется Послезавтра Меняйте работу И дело здесь Не в лене Лень это Проблема с волей Или проблема с мотивацией И вот один Из пользователей Который видимо Прислушался К вашему совету Конечно мы не можем Проверить так Это действительно или нет Но так или иначе Он так написал Мой сосед Так и сделал Как советует Михаил Лобковский А потом очень удивился Что его уволили И на другую работу Все никак не может устроиться Вам не кажется Что Общество Быть может Сегодня еще не совсем Готово Правильно Сопоставить Свои возможности Силы И правильно Принять ваш совет Что Знаете Нет Во первых Знаете Откуда Это вообще Вся история Это история Седьмого канала Телевизионного Города Риги Есть у вас Такой канал Русский Вы были у меня Михаил Однажды На программе Безобид Да И там Нет Там была девушка Помните Ведущая Возможно Да Может быть Я ей сказал Что будет Если вы сейчас Вот сейчас погода Хорошая Она мне говорит Сейчас хорошая погода Да я бы сейчас Пошла погулять Я говорю А что будет Если вы пойдете погулять Меня остранят от эфира На месяц Я говорю А если вы завтра Пойдете погулять Меня вообще остранят от эфира Я штрафую А если послезавтра То скорее всего Меня уволят Я говорю Но если вы хотите Гулять И не хотите работать Зачем вы здесь сидите Ну для примера Мне нравится ее работать Так вот Я сам поступил Точно так же Я думал Что за мной Очередь выстроится Я три года Не имел работы Я потерял 15 тысяч евро в месяц За то что я раз в неделю Сидел на столе 45 минут И таращился в камеру Я сам так сделал И я через три года Стал получать в 10 раз больше Потому что Иначе я держусь Что мне надо деньги зарабатывать Мне работать И не нравится Меня от нее тошнит Но у меня двое маленьких крошек Я взял Это самое Квартиру В ипотеку И так дальше Но так же живет Миллионы людей Но им нравится так жить Это их выбор Я же их не заставляю Это делать Я считаю Что работа должна Приносить счастье И удовольствие Знаете Есть два певца Великих Одного уже нету Пол Маккартни И Майкл Джексон Пол Маккартни Вообще никогда не напрягался Он никогда Перформансы не устраивал Костюмы они носили Только когда молодые были Я думаю Он в чем С кровати встал То он выступает Он Навыступал На 2 миллиарда Фунтов стерлингов Это его состояние Майкл Джексон Его отец Еще с детства Заставлял работать Всю жизнь пахал Умер Знаете В раннем возрасте И весь в долгах Делайте выводы У нас звонок Да Примем звонок Слушаем вас Здравствуйте Добрый день Олег Да Олег Очень согласен С вашим гостем У меня Был такой случай Просто прокомментирую Ваши слова Мне на бирже труда Пробожили Очень хорошую работу Но которую Вообще Я даже К ней Никакого отношения Не имею Я им сказал Вы знаете Если заниматься Всю жизнь Работой Которой тебе не нравится То лучше повеситься Честно говоря Я себя занимаюсь Всю жизнь Любимым делом Вы правильно Говорите Олег Спасибо За солидарность Да Олег Вопросов у вас Видимо не будет Ну что ж Звоните нам 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Задавайте также Вопросы Нашему гостю Ну вот Не так давно Бывший ваш Копирайтер Полина Санаева Написала статью Такой разоблачительный Материал В котором называет Вас новым Кашпировским Психолог на лоха Называется эта статья Вы ее прочитали Ознакомились с ней Как вы ее отреагировали А вы ответ читали? Я прочитал эту статью В электричке ехал Как раз Нет Ответ на эту статью Вы читали? Нет Ответа я не видел Нет Ответа мы не читали Ну короче Ответ был такой Полина Я все равно тебя люблю Ты имеешь право Говорить то что ты хочешь На самом деле Там очень простая причина Я Полину уволил В свое время Полина как-то Помыхалась Помыхалась Стала проситься Обрата на работу Я ее не взял Тогда она стала Просто просить деньги Я ее послал Но в результате статья То есть это такая месть Вы считаете? А? Такая месть С ее стороны Считаете вы? Ну Нет Честно говоря Вообще все равно Дело в том Что Всегда найдутся люди Неводорожелатели Я сам например Ну не такой же Как Полина Не такой радикальный Но я считаю Что Тони Роббинс Это вообще профанация Тони Роббинс Сейчас не сидит И не рыдает Из-за этого Правда? Тони Роббинс Кстати запретили Въезд в Россию Насколько мы слышали Второй раз он хотел приехать И его не пустят За марихуану? За что его запретили Въезд в Россию? Сказали Там была формулировка Какая-то очень красивая Что народ не хочет его видеть Хотя 10 тысяч Билет Народ не хочет видеть У него билеты По 20 тысяч евро В портрере вообще-то стоили Тони Роббинс Совершенно гениальный Харизматичный Там коуч Да? Как это сделано? Есть в этом смысле Другой вопрос Но я Себя здесь Вижу тоже как Полина Я говорю Ой Тони Роббинс Это говно какое-то Ну и Полина Так же про меня Она тоже имеет право На свои высказывания В чем ваше отличие От Тони Роббинса? Нет Тони Роббинс Вообще не психолог Я извиняюсь конечно Он и не позиционирует себя Психологом Тони Роббинс Это то что называется Словом коуч Это вы с Вадимом Тони Роббинс Для этого не надо диплома А для моей работы Нужен диплом психолога В чем его шарлатанство Заключается в таком случае? Шарлатанство Ну не знаю В чем-то шарлатанство Там пушапа например На это самое На груди На мышцах Или Суфлер С которым он читает текст Да много чего интересного Вот видите Я начинаю говниться И вопрос Зачем я от Полины Сейчас отличаюсь? Ну ничем не отличаюсь Я сейчас возьму и скажу Тони Роббинс Это Кашпировский сегодня Вы скажете Михаил Так и вы тоже как Кашпировский Поэтому мне лучше Закрыть свой рот И сказать Тони Роббинс Выдающийся маркетолог Который собирает Примерно общий вал Грязный На 12 миллионов долларов За одну встречу И себе он Забирает Больше миллиона У Тони Роббинса 16 занятий Ну личной консультацией Стоит 1 миллион долларов Называется Что ты ему завидуешь? Ты сам так научись Зарабатывать деньги А потом рассказывай Что это шарлатан И это же хочется сказать И Полине кстати И таким как Полина тоже Потому что Ну люди работают Как они зарабатывают деньги Это их дело Кстати то что Кашпировский Зарабатывал деньги Вообще он Психиатр Если вы не в курсе Который долгое время Работал на ночевом больнице Психиатром Депланированный Слушайте Пикассо например В ранние годы Писал Ну вменяемые Нормальные картины Маслом Да Там Девочка на шаре Знаете такую А когда он стал пожилым Они с Альвадором Дали Ставили подписи На горшках От цветов И подписывали Белки для ключей Тысячами Просто чистое бабло Никакого искусства Ну вот что А тут он не перестал Быть Кашпировка Правда Как раз пишет О том что Вы очень любите деньги И вы очень много Говорите в этом эфире О деньгах Это критерий Успешной работы Психолога Михаил как считаете Сколько он заработал Как говорят Если ты такой умный Почему ты такой бедный Я деньги не люблю В смысле как Я их люблю Это глупо говорить Я деньги не люблю Я их по другому зарабатываю Я вам приведу простой пример Два года назад Ко мне обратился Хозяин крупной компании С предложением Сделай тур по США Не продавая билеты То есть он миллиардер Он говорит Я просто оплачу А вы будете ездить по городам Я вас люблю Я хочу чтобы американцы О вас узнали Сто тысяч долларов Вас устроит Я говорю нет Он говорит Двести тысяч долларов Я говорю нет Ему стало интересно Он говорит Триста тысяч долларов Я говорю Мужчина Не тратьте свое драгоценное время Меня просто ломает Летать восемь часов в самолете Вот за что я еще люблю Риву Всего один час И я не полетел За триста тысяч долларов Вот и делайте выводы Как я люблю деньги Это вообще другой способ зарабатывания Вот тут я похож больше На Пола Маккарти А не на Майкла Джексона Ну ваша личная консультация Стоит более тысячи евро За сорок пять минут Как вы считаете Если быть точным Тысяча триста пятьдесят евро Да Это справедливая Вы спросите А почему такая цена Правда Справедливая ли стоимость Справедливая ли вы считаете Нет Это не вопрос справедливости Жизнь вообще не справедливая Это те деньги За которые мне комфортно работать Теперь вопрос А как Чтобы все такие деньги зарабатывать Знаешь что для этого нужно Рассказать вам Что вам плевать Придут к вам или нет Вы не боялись Остаться без работы Потому что когда человек Боится остаться без работы Он выясняет А какой рынок Сколько это стоит на рынке На рынке это стоит В Евросоюзе Примерно двести Двести пятьдесят евро Час Ну я в курсе В США то же самое Двести пятьдесят Максимум четыреста долларов Час А я спрашиваю себя За какую сумму Меня не ломает работа Я вообще ленивый человек Я говорю вот за эту сумму Я готов поработать Все Таким образом Эти суммы рождаются То есть есть спрос Есть предложение Этот принцип у вас работает Все таки тоже Нет Есть предложение Я не думаю о спросе В принципе Я только что объяснил Что те люди Которые думают о спросе Они никогда больше Сто евро не возьмут Потому что вторая мысль У них будет Я могу конечно пятьсот попросить А если никому Никто не придет И почему я прошу пятьсот Когда все остальные За 10 раз меньше получают Понимаете Там другая логика совсем Так что я к деньгам Отношусь хорошо Но я За ними не бегаю И из-за того Что я правильно живу Они сами меня находят Давайте скажем так У нас звонок еще Я с точки зрения Классовой теории Маркса И насчет работы Вы понимаете Работодателю Вот сейчас в Америке В США Рассматривают закон Чтобы брать на работу Детей с 11 и 10 лет То есть работодателю Как бы ты ни работал Выгоднее брать Так сказать Люди Мужчина я прошу прощения Вы по мне по теме Вопрос задаете Какой у вас вопрос Вопрос Что как бы ты ни работал Удовлетворения не получишь Все дело В мнении работодателя Он все равно тебя выкинет Если ты будешь Очень хорошо работать Не так ли? Да спасибо Но это не по теме вопрос Работодатель здесь вообще Ни при чем После небольшой паузы В нашей перерыве Потом вернемся И продолжим После вернемся И ответим на вопросы слушателя Мы продолжаем Эта программа Абонент доступен В студии работает Анна Свернова Вадим Родионов Звукорежиссер Евгений Копеин И на прямой связи По скайпу С нами психолог Михаил Лобковский Здравствуйте Здравствуйте Да мы вас почему-то Не видим Михаил А хотите посмотреть Это вообще принципиальная Камера или нет? Да это принципиально Потому что в ютубе Потом появится Видео Подключайтесь Наши программы по видеосвязи Наши гости Выходят Возвращение Михаила Произошло Ну вот звонок Который прозвучал В конце прошлой программы Там скорее реплика Но тем не менее Прокомментируйте Как можете прокомментировать Я кстати капитал Начал читать Когда учился В 8 классе А сейчас я читаю Только караван истории Авторею Мозги Видим уже Все время Сам Марс Жил на деньги Энгельсе Если кто не в курсе Он был Таким Конкретным Бездельником В этом смысле Деньги он не зарабатывал Это умел Большую семью И много детей Но за него Платили другие Так что Марс Это сам демагогией Занимался Если честно Еще звонок у нас Здравствуйте Как вас зовут Добрый день Да Александр Да Слушаю вас Но я вам не буду Про Марс Говорить Раз вы его так Читали Видимо плохо Задавайте вопрос Александр Чтобы гость мог ответить Вопрос такой Значит Как вы относитесь К использованию Детей Зарабатывание денег Я имею ввиду Вот этот скандал Шоу Голос Когда детей Заставляют Петь песни Содержание которых Вообще Им даже непонятно И на английском языке Это просто безобразие Да Спасибо Но это история Салсу Это не совсем Про зарабатывание денег Но тем не менее Такой скандал Действительно А уже родители Все заработали Да Да Ну вот Немного возвращаясь К той теме Которую мы обсуждали До перерыва По словам Опять же Полина Санаева Вашего бывшего копирайтера Которая написала Так называемую Разоблачительную статью Давайте я просто Отказываюсь Про Полину Санаеву Я не хочу ее пиарить Вы меня извините Давайте что-нибудь другое Ладно Вопрос у меня Не о ней А в целом О вас Скажем вопрос Да О психологии Вот она говорила О том Что там у вас на лекции Присутствовала девушка Которая ушла Там не было Чашку Какого отношения Медицинская практики Более того Когда я говорю Когда я говорю с вами По радио Когда я говорю На улице В ресторане И даже Когда я читаю лекции Я говорю все Что я хочу И даю советы И это мое право Почему Я не на своей работе У меня нет пациентов И я с ними сейчас Не общаюсь Мы с вами так разговариваем Вы как медийная Персона Известная Чувствуете Ответственность За сказанное вами Что люди Прислушиваясь к вам Уважая вас Воспринимают ваши слова Как рекомендацию к действию И ваш совет Делай то что хочется Не хочешь не ходить на работу Не ходи Разлюби Уходи И так далее Это воспринимается Не как Почва для размышлений А как призыв какой-то Вы чувствуете Ответственность За сказанное Смотрите Я вам да Объясню Я чувствую И как говорили В советское время Получая мешки писем Благодарность Что у людей Начинается новая жизнь Теперь давайте Разберемся С этим пресловутым Первым правилом Который называется Делай то что хочешь Смысл первого правила Следующий Когда вы совершаете Какие то действия в жизни У вас есть очень Рациональные мотивации Например Это правильно Эффективно Справедливо Выгодно Целесообразно И так далее Я предлагаю Я предлагаю Только невротикам Вообще Это я уже Про Фрейда Объяснял Эти правила Они касаются Изменения нейронных связей Они не касаются Первого вас Вам они вообще Не нужны Вы и так Люди Как бы без проблем Психологических Я надеюсь Это касается Людей Которые сами Обращаются за помощью Я им предлагаю Убрать Рациональные мотивации Не говорить себе Я это делаю Потому что Так надо Или так правильно Или так справедливо Я им предлагаю Спросить себя Что я хочу Они говорят Я хочу вот так Я так делаю Потому что Я так хочу То есть у них Выбор эмоциональный Не рациональный Как у невротика Тревожного А он выбирает То что ему нравится В смысле Эмоционально выбирает Понимаете меня Да Ну и рациональное мышление Мы понимаем Да Ну вот Как бы об этом И есть первые правила Меня спрашивают Михаил А если я захочу Людей убивать Я говорю А это патологические Наклонности Это не имеет отношения К желаниям Потому что Есть еще психопатологии Но да Все надо разжевывать В книге Кстати Все достаточно Подробно описано И когда я рассказываю Я тоже обычно Объясняю Что это значит Но слушайте Людей Многих неправильно понимают Что же с этим делать Для вас это проблема Что вас неправильно понимают Учитывая Что из того Что вы говорите Ваши слова Не нужно воспринимать Так обобщенно Это не относится к каждому Нет Это во-первых Проблема для тех Кто их неправильно понимает А не для меня Но вот когда вы Такой вопрос задаете Я понимаю Что это может быть И для меня проблемой Да Что происходит Люди говорят Михаил Я что-то не поняла Вы говорите Если не нравится Уходи Мне не нравится Как муж посуду помыл Ну я что могу сказать Примитивно Все это Согласитесь Если Вы слышали звонок Который сейчас Был от мужика Который прозву Пургу понес По поводу Она не знает О чем она поет На английском Во-первых Эта девочка Знает английский язык Мужчина Если вы нас слышите Она знает О чем она поет Поэтому Таких людей много И что делать Постраиваться Под них Давайте примем звонок Так Только что у нас был Сорвался Я напомню Телефоны прямого эфира 6-7-2-12-93-9 6-7-2-13-93-9 Михаил Лобковский У нас сегодня На прямой связи Задавайте вопрос Здравствуйте Добрый день Да Как поздравить Я все равно на связи Елена Да Вот как раз Хотелось Сказать Что я с удовольствием Когда попадаю Да Иногда в ютубе Смотрю Лекции Лобковского Да Но это Тема другая Я просто хочу сказать Что он очень помог Моей подруге Которая тоже не была У него на консультации Но тем не менее Очень резко Поменяла свою жизнь Потому что Особенно после 50 Часто бывает Что пони бегают По кругу И вот эта вот Мама Работа Муж Который надоел И тара-та-та Денег не хватает Она очень хотела Водить машину И в итоге У нее что-то Перещелкнуло Она просто Бросила курить На эти Сэкономленные Деньги Окончила Курсы Вождения И сейчас У нее Начался Совершенно Другой Этап Жизни Она просто Стала Эмоционально По-другому Воспринимать Какие-то Вещи И вот это Вот есть Вот у Лобковского На мой взгляд Во-первых Он человек С чувством Юмора Во-вторых Радикальная Такая терапия И кто не готов Тут на это Ну не сподвигнется Да И тема еще Одна маленькая Коротко Вот насчет меня Что после того Как я ушла На пенсию А потом пошла Цепь событий Таких Ну достаточно Тяжелых А я всегда была Очень энергичная Оптимистка Когда ударила По здоровью Ну потом Вроде как Полегче Да Тема Вот именно Жить Той жизнью Которая тебе Нравилась Активной А у меня То ли сил Не хватает То ли Мотивации Вот Как Как психолог Думает Да Я хочу Во-первых Поблагодарить Лену Да Зовут Нашу Слушательницу Да Лене Спасибо За приятные Слова А вам Надо что Надо сделать Всем людям После 60 лет Психиатры Советуют пить Антидепрессанты Потому что У людей Возрастом Начинается Гормональные Изменения Кстати Еще и Считают Можно проверить Но в любом случае Вы должны Пойти к врачу Это не самодеятельность В любом случае Если вам Больше 60 лет И спросить Вот такое состояние Там Астения Апатия Стоит ли вам Попить И если врач Сочтет нужным То вы снова Будете бодры И веселы Ну вот Михаил Есть такой миф О том что Психолог сам Не имеет Психологических проблем В связи с этим Я не знаю Может быть вы можете Этот миф развенчать Или утвердить Есть ли у вас Психологические проблемы Это именно миф Потому что Психолог бывает Только человек с проблемами И никак по другому То есть у вас тоже есть проблемы С которыми вы боретесь Психологически Нет Я туда пришел С проблемами Вот Почему вы оба Не работаете психологами Я вам объясню Потому что Вы настолько Благополучны Психологически Что вам очень Неинтересно Чтобы на вас Выливали чужие проблемы За деньги Вы работаете на радио Психологи Они приходят В психологию Исключительно Для решения своих проблем Это аксиома Это уже не миф И я был абсолютно Больной на всю голову У меня Это Мое любимое Заболевание И ДНР По-русски Это СДВГ Синдром дефицита внимания И гиперактивности То есть я был Необучаемый Я не мог предложение До конца дописать Но я не знал Что со мной Я думал Что я просто Какой-то Не такой Потому что Только через Там 30 лет После того Что я родился Стали исследования На эту тему Есть уже лекарства И все это Лечит 4% детей Кстати Во всем мире Этим болеют И так далее Поэтому мой путь Психологов И всех Настоящих Хороших психологов Знаете Как это Актриса Одна умирает И попадает В ад И спрашивает У врата А почему меня в ад А вот эта Народная артистка России Петрова В рай Говорит Ну какая она Артист Так вот Настоящий Психолог Он обязательно Имеет Какие-то Проблемы И чтобы Понять их Он учится На психолога Просто мне Посчастливилось Эти проблемы Разрешить Благополучно И я Кстати Объясняется Такая стоимость Приема Я Очень люблю Читать лекции Это вообще Не совсем лекции Это больше похоже На стендап Вот в Риге Они были Я не помню Какого-то апреля Ну не да Неделя назад Где-то Да Но мне лично Понравилось Там люди Смеялись Иногда Плакали Это целое действие Когда они Стоят вопросы Я что-то Рассказываю Это интересно А вот прием Для меня Уже не так интересен Ну во-первых Я 37 лет Уже психологом Работаю Я стал уставать А во-вторых Я настолько Стал как бы Беспроблемный Что мне достаточно Тяжело слушать Проблемы И я сказался Что мне комфортно Работать там За полторы тысячи евро Говоря по-русски И я так сильно Не устану А за 200 Устану прям сильно Еще звонок Есть Да у нас Ну или вот Зачитаю вопрос От Дмитрия Он спрашивает В фейсбуке Как господин Лобковский Оценивает роль психолога И роль врача Психотерапевта Кто в каких случаях Что должен делать Кому обращаться И вообще Да смотрите Врачи Психотерапевты Психоневрологи Невропатологи Неврологи И психиатры Это психопатология Это заболевание Психической сферы Например Шизофрения Маниакально-депрессивный Психоз Эпилепсия Параноидальные расстройства И так далее Психолог 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 занимается нормой Но и нормой Имеющей психологические проблемы Не психические Понимаете Да То есть Не медицинские проблемы Не соматику А психологию Есть еще сочетанные терапии Когда вы лечитесь У психиатра И параллельно Ходите к психологу Например Для алкоголизма Или наркомании Советуют сразу И врача Который прописывает Лекарства Психиатры Они как бы Не разговаривают Да Они понимают Ну Собеседование Понимают О какой заболевании Идет речь И прописывают Препараты Контролируют Как они помогают А психолог Не записывает Таблеток Он разговаривает Как бы он лечит Словом Сложник Ну кстати Врачи-психиатры Ведь часто являются Еще и психотерапевтами И они тоже разговаривают Просто они могут Медикаментозное лечение Осуществлять Для меня это Очень закрытая тема Дело в том Что я подтвердил Свою вторую степень В Израиле И работал в Израиле Психологом В Израиле Так не получится Например Я получил Вторую степень По психологии В Израиле В Министерстве образования А не В Министерстве здравоохранения А если ты хочешь Получить В Министерстве здравоохранения Должен В Медицинском университете Закончить курс Клинической психологии В России Все могут заниматься Все У меня такое впечатление Тут как бы Границ нет А во всем мире Очень узкая специализация Это Семейная терапия Это Детская Психология Это Личностная Это Социальная Психология И так далее И там как бы Люди не пересекаются Все вместе Они не занимаются У нас еще Звонок Здравствуйте Как вас зовут Добрый день Ольга Михаила Вот хотела узнать Какие больше всего Проблемы Интересуют Ваших пациентов Самое большое количество Проблем Какие их больше всего Дали Расскажите Пожалуйста Спасибо 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 вам Ну так как Две трети пациентов Это женщины Одна треть мужчины Две трети женщины То их интересует Проблема взаимоотношений Обычно Три вида отношений С противоположным полом С родителями И с детьми Да Ну какой ваш клиент Пациент Как вы сказали Как вы называете Те кто приходят К вам на прием Какой он Тот человек Который может Позволить себе Заплатить Почти 1400 евро За консультацию 45 минут Вот Эти проблемы Которые они рассказывают Вам Они в корне Отличаются от проблем Простых Небогатых людей Во-первых Вы зря думаете Что ко мне Обращаются только богатые Дело в том Что если вас потрясти У вас тоже Найдется По полторы тысячи евро Но вы их откладываете Правильно Но одной консультации Ведь не хватит Наверное Для того чтобы достичь результата У меня другой способ У меня больше двух-трех Консультаций вообще не бывает И три это прямо Если человек очень хочет Там другая методика совсем Так вот я вам что хочу сказать Значит То Есть такой случай У меня в практике Которым я горжусь Ко мне приехала На 45 минут Из Нью-Йорка Абсолютно бедная женщина Настолько бедная Что она жила В коммунальной квартире В Нью-Йорке А у нее От мужа осталось Четыре собаки И хозяйка квартиры Запретила в этой комнате Держать собак То есть денег у нее нет вообще Она нашла деньги На перелет Это примерно Три тысячи долларов И нашла деньги На прием Поэтому Сказать что ко мне ходят богатые Я не могу сказать Что ко мне ходят Такие как у нас говорят Врачи и учителя Почему? У любого врача И у любого учителя Конечно есть И полторы тысячи евро И пять Я думаю даже Десять тысяч евро Вопрос на что Что у него есть Кто-то хочет Кто-то хочет на квартиру Копить Кто-то машина Кто-то на отпуск Если человек считает Что ему важнее Решить проблему с головой Он тратит Деньги на психолога Поэтому никаких Отдельных богатых Я у себя не вижу Вообще Это заблуждение Что они богатые И так далее Они обычные люди Согласна тому Что сказал президент Вот России Не так давно На своем обращении К федеральному собранию Девятнадцать миллионов россиян Живут за чертой бедности И вы тем не менее Убеждены Девятнадцать миллионов россиян Живут за чертой бедности И тем не менее Вы убеждены Что у людей Где-то в закромах Есть три тысячи На поход к психологу Нет У них есть три тысячи Точно не на поход к психологу Они могут использовать эти деньги На то что они сейчас Машину в кредит покупают Да Но тем не менее Это вопрос приоритетов Если человек считает Что ему важнее машина Пусть катается Если ему важнее Поменять свою жизнь И свою психику И стать жизнерадостным И счастливым То он потратит на психолога Это вопрос выбора Я жалости кстати Не испытываю в этом смысле Потому что Ну реально Ну чем мы сейчас будем Местисат устраивать Конечно же У всех людей Есть эти деньги Это важный момент Когда покупаешь машину В кредит Или покупаешь даже Стиральную машину То тебе дают Гарантию на 2 года Психолог может дать Такую гарантию Что эти деньги Нет Это дерьмовый психолог Если вообще что-либо гарантирует Как рассуждаю я И это очень интересный вопрос Вадим спасибо И чтобы люди тоже понимали Они же все ходят к психологам Я говорю Дорогие друзья Вы пришли к психологу У него должно быть Нормальное образование Опыт работы И вам должно быть с ним комфортно Если все эти 3 условия есть Мы двигаемся дальше После второй встречи Вы должны почувствовать Как говорят врачи Положительную динамику Не в смысле Вы решили проблему За 2 встречи Нет Вы должны почувствовать Что вам стало легче Я встречаю людей Которые 5 лет ходят К психологам К психоаналитикам А лучше им не становится Говорят Чем вы ходите Вы тратите кучу денег Вы тратите время Я говорю своим пациентам Дорогие друзья Если вы не чувствуете Что после нашей Даже первой встречи В вашей жизни Что-то начинает меняться Не тратите мое время И свои деньги Я вам сам дам Других психологов Найдите другого Но вы вернете деньги Этому пациенту Если допустим Улучшений нет За первый сеанс Нет Я деньги не возвращаю И никто их не просит У меня был случай Когда меня попросили деньги Я их вернул Рассказать Давайте Пришла женщина 65 лет С горем о том Что ее 28-летняя дочь Не то что не замужем А не может даже Иметь отношения с мужчинами Что дочь живет с мамой И мать очень страдает Что бедная девочка Одинокая Нет никаких отношений И так далее Я говорю Придите пожалуйста Завтра вместе с дочерью Они пришли вместе с дочерью Говорят Мама посидите в коридоре Дочь мне говорит Михаил Моя мама совершенно сумасшедшая Она не дает мне Ни с кем общаться Если меня мужчина провожает Она выскакивает из дома И начинает драться Она орет из окна Проститутка Ты с кем пришла? Михаил Я не знаю Что мне делать Я никогда Не только замуж не выйду У меня секса Никогда не будет Потому что мать Контролирует меня 24 часа в сутки Я говорю Хорошо Давайте маму Я говорю Мама Здравствуйте Еще раз Я помогу Вашему беде Но для начала Вы должны с дочерью Разъехаться И не жить вместе Вообще Мать выслушала Сказала Спасибо Ушла И пришла на следующий день И орала на весь офис Он довел меня до инфаркта Он отнял у меня ребенка Я лишилась дочери Верните деньги Я ей отдал деньги Ну вот Еще у нас есть звонок Да Примем звонок Тогда Только что был Да И появился снова Здравствуйте Как вас зовут Да Слушаем вас Извините пожалуйста Маленький вопросик И одновременная реплика Вот вы сказали Что раз девочка знает английский язык Значит она знает о чем поет Как может маленькая девочка Знать переживания взрослой женщины Да Спасибо Вам Мужчина вас не отпускает Я смотрю Давайте другой звонок Сразу примем Здравствуйте Как вас зовут Добрый день Меня зовут Иди Да Давайте пожалуйста Хотел да Отдельно поблагодарить Михаила За очень интересную беседу сегодня Но очень коротко Вы упомянули Что у вас есть Так называемые стендапы От которых вы тащитесь больше И мне интересно Организуете ли вы такие стендапы В университетах И если да То ну хотя бы приблизительно Стоимость в час Спасибо Вы знаете В университетах Нет Ну это стендап Я шучу конечно На самом деле Ну стендап Просто люди там смеются Да На самом деле Это достаточно Публичные консультации Где вы Отзываете вопросы И получаете ответы Значит Смотрите какая ситуация Мы продаем же билеты На это действие Да Вот я сейчас был в Риге Люди пришли Они купили билеты Университет Я думаю Такой просто не потянет Ему надо Или свой бюджет Оплачивать студентам Или студенты Должны сами заплатить Я получил предложение От двух университетов Великобритании От Оксфорда И от Кембриджа Читать лекции у них Я как нормальный Еврейский парень Спрашиваю А сколько вы платите А мне профессор Кембридж Говорит Михаил Ну о чем вы говорите Соседняя аудитория Билл Клинтон читает Напротив Мадонна читает Они деньги не спрашивают Я говорю Так вы что не платите А они говорят Нет Это же почетно Читать в Оксфорде В Кембридже Лекции Тем более там Мне предложили даже не студентов А пост докторат читать Вот Я не знаю Это надо говорить с моим директором Не со мной Есть сайт Лобковский.ру И там есть Польша директора Но я думаю Что университет Это будет Ну как бы Дороговато Ну вот это скорее не вопрос Вопрос Реплика от Александра Она довольно жесткая Все-таки я ее зачитаю Он спрашивает Собственно говоря У вас А смысл задавать вам вопрос Вы уйдете от ответа И соврете Он так считает Те кто понимают В консультиве Не знаю Знаете чем Александр Что он сам спрашивает Сам отвечает Если можно я закончу Михаил Лобковского своим коллегой Не читают уже 10 лет Как минимум А публика А публика обычно в восторге Ну вот это такая реплика Да Но у меня вопрос В связи с этим Как часто вам приходится Быть нечестным В жизни Я вообще никогда Не говорю неправду По очень простой причине И это обратно Возвращает психику В невроз Манипуляция Или вранье Является болезненными Появлениями психики Не потому что Я такой моральный А потому что Это вредно для здоровья То что касается коллег Когда вот это Злополучное письмо Которое кстати Я думаю Все проплаченное Проявилось За меня В России Вступилось 35 тысяч Психологов Понятно Психологов Они относятся Хорошо Ну вот кстати Еще один вопрос От Евгения Зачитаю Как есть Если не ошибаюсь Он разведен То есть вы Ну наверняка Как-то личную жизнь Устраиваете Или пытаетесь Это делать Трудно ли найти Женщину мечты Когда ты ее комплексы Можешь определить Даже потому Как она чихнула В платочек И вообще Легко ли психолога Найти своих людей По жизни Хорошо да Ну во первых Меня тоже многие спрашивают Что я говорю о браке А сам я разведен Но прежде чем разведен Я был 13 лет в браке Все таки Второе Я бы с удовольствием Женился Когда бы нашел Человека Которого я люблю Я думаю у человека Фиг с ними С комплексами У всех есть тараканы У меня наверное Есть тараканы Если человек Тебя должен Как-то ну Цеплять Ты должен быть В нее влюблен Тогда можно И дальше говорить О каких-то отношениях И о браке А если этого нет Это не интересно Так у меня сейчас Какой-то период популярности Мне с этим сложно По поводу популярности Также Евгения Спрашивает Коротко Если можно ответить Нам нужно заканчивать А не хотите ли вы Сменить своего директора У которого понтов Больше чем продуктивности Такой вопрос А она знакома С моим директором По всей видимости Не хочу Не хочу Сменить Ну что ж Спасибо Что нашли время И вышли в прямой эфир Программы Спасибо вам Что пригласили Да Михаил Лапковский Психолог Был гостем программы Спасибо Всего доброго И до свидания До свидания Михаил Лапковский